Всем привет, мои дорогие друзья, на связи GrimOptimist, и недавно я обнаружил, что я всё ещё подписан на один из официальных каналов World of Warships, называется он Корабли ТВ. И увидел я там забавный ролик такой, там блогеры по-флотски назывался, стал вникать в суть проекта и понял, что это, знаете, такая реинкарнация передачи с 90-х, там вот Форт Бояр или может быть Обитаемый остров, кто-то смотрел тогда. То есть берут известных людей в интернете, блогеров, и помещают их в какие-то такие вот определённые условия, в данном случае на корабль, где они будут как бы как-то состязаться, проходить через какие-то испытания. В принципе, идея довольно интересная, да? Но, первое, что меня удивило, это количество дизлайков, которые я увидел под этим видосом. Я стал его смотреть, и для меня было очень большим шоком увидеть там некоторых лиц, которые, по моему мнению, ну, абсолютно никак не подходят для рекламы компьютерных игр, особенно таких как World of Warships. Напоминаю, что в этой игре возрастной рейтинг, если мне память не изменяет, 12+. В частности, например, это Дмитрий Шилов. Меня зовут Дмитрий Шилов, я алкоголик из Красноярска, показываю, как мы с мужиками отдыхаем на природе, на рыбалке. Более известен как Рэдисон. Наверняка многие из вас знакомы с его творчеством, вкратце расскажу, что это человек, который весь свой контент строит на том, что бухает постоянно на камеру, снимает какие-то видео, где он куда-то ездит, где он, опять-таки, будучи в нетрезвом состоянии, постоянно быдлит. Он пропагандирует алкоголизм, он даже как-то утверждал в ролике то, что, мол, мы алкаши продвигаем Россию, а зожевцы это вообще фашисты, он такое говорил. Хочу выиграть 1 миллион рублей и отдать их фонд по борьбе с зожевцами. Постоянно стримит в пьяном состоянии, где они собирают деньги на то, чтобы, там, искупаться в фонтане пойти или станцевать в пьяном угаре. Мы алкаши, мы действуем, блядь. И этот человек, естественно, не пользуется любовью широкой общественности. То есть у него под всеми роликами, там, половина дизлайков, а то и больше. Когда я увидел, что, еще раз говорю, такой человек, да, который строит весь свой контент на распитие спиртных напитков, я являюсь просто сам противником алкоголизма, я ничего не имею против людей, которые выпивают, там, по праздникам спокойно, сами не выставляют это на общественность. Но если человек публично бухает и всех к этому призывает, я считаю, такой человек не должен рекламировать компьютерную игру, еще раз говорю, с возрастными ограничениями 12+. Ну и кроме того, представляете, как это выглядит, да? То есть, получается, он в своем лице уже дискредитирует сам проект. И я подозреваю, что часть дизлайков под этим роликом принадлежит именно ему. Второй человек, которого я увидел в этом проекте, это Андрей Афонин. Более известен он как Афоня. Ну, про него наверняка больше из вас слышало. Всем привет, меня зовут Андрей. Я фитнес-модель по совместительству блогер. Тоже крайне странный выбор был у компании взять такого человека для рекламы их проекта. Ведь контент его строится на пранках, да, как выяснилось, вроде бы постановочных, где в одном из них, я извиняюсь, он кормил девушек собачьим говном. А в другом он, например, делал мороженое собственной мочи, чтобы скормить его тоже там какой-то жертве очередной. Знаешь, знаешь, почему тебе не понравилось мое мороженое? Знаешь, почему не понравилось? Потому что это Санина, ёпт, иди к своему парню. Хорошая уринотерапия. И не важно, постановки это или нет. Может быть, при снятии этих видосов никто и не пострадал, да? Но людям-то это преподносилось как правда. То есть люди были уверены, что это по-настоящему все. И опять-таки, этот человек рекламирует компьютерную игру с возрастными ограничениями 12+. Как это смотрится вообще? Я настолько офигел, и я прекрасно понимаю людей, которые поставили дизлайки под этим видео. Потому что, ещё раз говорю, у нас компьютерная игра про корабли, которая направлена на широкую аудиторию, начиная от людей, кому за 60, и заканчивая, говорю, детьми там 12-летними. И почему вдруг компания Wargaming Санкт-Петербург решила то, что вот эти вот люди могут как-то продвинуть их проект? Мне просто реально неприятно смотреть, как изначально хорошая игра, она вот всё больше скатывается в мои глаза. Потому что изначально, да, всё, мне всё нравилось. Потом вдруг стала падать почему-то популярность у этой игры, да? Я стал обнаруживать то, что ролики перестали собирать просмотры на моём канале именно по кораблям, по другим играм, там, по танкам. Всё по-прежнему нормально собирает. Потом была вот эта вот акция с миллионом, да, когда Джофф его в итоге выиграл. Абсолютно тоже какая-то непонятная мне... Сейчас мы видим вообще самых скандальных и неоднозначных, мягко говоря, блогеров, которые просто дискредитировали к чёртовой матери эту компанию. И сейчас дизфуру с дизлайками разгружают, там, со страшной силой. И что самое интересное, ещё и просмотров-то не так много всё это набирает. То есть и популярность-то какой-то не получилась. В общем, мне реально неприятно смотреть, как изначально годный проект скатывается просто куда-то, вот, я не знаю, хуже, чем Survarium ещё. Это просто жесть какая-то. Уважаемая студия Wargaming Санкт-Петербург, вы как-то, я не знаю, ну, более грамотно подходите к выбору, ну, скажем так, участников ваших вот этих вот проектов. Как-то изучите контент, который они делают. Да, я понимаю, что они популярные люди, там, у Шилова 500 тысяч подписчиков, у Афони, там, за миллион уже, но ведь популярность, она ведь не всегда бывает положительная. И вашему проекту это никак не помогает. Понимаете, если бы Шилова позвали рекламировать какую-нибудь новую водку, или Афоню бы, я не знаю, ещё что-нибудь такое, ну, более скандальное позвали рекламировать, это было бы одно, но это компьютерная игра. Развлекательная компьютерная игра про корабли, про технику, блин. Что это такое, ребят, серьёзно? Как-то подумайте над этим, поговорите с людьми, которые этим занимаются, именно кастингом, да, как-то пусть они в будущем не совершают таких ошибок, потому что, по-моему, вы очень сильно растеряли, как мне кажется, лояльность своей аудитории. И статистика под вашими видео об этом говорит. На этом, наверное, всё, ребята. Если вы со мной согласны, то не забывайте поставить палец вверх, пусть студия Swaggaming Санкт-Петербург видит, сколько людей реально против вот таких вот вещей. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, и пишите в комментариях обязательно под этим роликом своё мнение по поводу этой ситуации. Всем до скорого, всем пока.